Добрый день, НРБК региональной новости. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза в студии Маргариты Гафарова. Компании-экспортеры Башкортостана за четыре последних года получили 410 миллионов рублей субсидии на возмещение части затрат на логистику. Объем поддержанного экспорта составил 38 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава регионального Кабмина Андрей Назаров. В частности, в 2022 году на покрытие расходов на транспортировку направили 50 миллионов рублей. Объем поддержанного экспорта составил 2 миллиарда. Экспортеры также могут возместить часть затрат на получение международного сертификата. Комплекс этих мер поддержки позволил за три года нарастить поставки зарубежней сырьевых неэнергетических товаров на 30%. Таким образом, его доля в общем объеме увеличилась с 45 до 66%. Если раньше, допустим, в Европу было бы комфортно отправлять, то сейчас, допустим, в сторону Азии, но логистика, конечно, будет не конкурентна с теми регионами, например, как Иркутская область, или Бурятия, или Приморский край. И дабы конкурировать, и завоевывать, и раскручивать свои марки, вот эти вот, Made in Bашkakastan, допустим, да, я считаю, что это правильная мера поддержки. Я бы, может быть, добавил, чтобы, например, эта поддержка распространялась только для, например, с зонтичными брендами. Еще одним эффективным способом наращивания несырьевого экспорта власти считают организацию бизнес-миссий. В прошлом году представители Башкортостана посетили 8 стран. В них приняли участие 77 предпринимателей. По итогам встречи с зарубежными партнерами они заключили 21 контракт на 4,5 миллиона долларов. И еще 14 контрактов на 1 миллион 300 тысяч долларов удалось заключить компаниям Башкортостана за счет участия в международных выставках. Урал технострой Тумазы Химмаш планирует в этом году увеличить производство почти вдвое. Предприятие выпускает оборудование для металлургических предприятий, атомной энергетики, добычи, переработки нефти и газа. В частности, в линейку продукции входят колонные аппараты, теплообменные системы, отстойники для воды и нефти, холодильники для коксового газа. Оборудование идет на производственные площадки «Газпрома», «Газпромнефти», «Татнефти», «Северстали» и другие крупные российские компании. Накануне «Уралтехнострой» Тумазы Химмаш посетила правительственная делегация. В ходе встречи с руководством завода обсуждались вопросы республиканской поддержки и планы дальнейшего развития предприятия. На заводе работают 570 специалистов. Для обучения будущих сотрудников выстроено взаимодействие с Тумазинскими колледжами – индустриальным и агропромышленным. Вместе с администрацией района сейчас прорабатывается вопрос организации вахтового метода работы для сельских жителей. Промышленный парк «Мастер» планирует запустить в ноябре этого года. Его создают на базе Тумазинского завода автобетоновозов – единственного в стране производителя такой специализированной техники. Строительную площадку посетил руководитель региона Ради Хабиров. На территории нового промышленного парка будут работать крупные машиностроительные производства и малый и средний бизнес. Уже есть пул потенциальных резидентов из 10 предприятий и планы по созданию 500 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит около 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Строительство проходит в несколько этапов. Первый корпус будет готов для установки оборудования уже в конце марта. В 2021 году на площадку Тумазинского завода автобетонного производства. Тумазинского завода перевели из нефтекамско-производства прицепной техники. Это позволит увеличить выпуск продукции вдвое до 2000 прицепов в год. Благодаря реализации проекта другая дочка холдинга, НЕФАС, сможет сосредоточить усилия на выпуске автобусов. Объем господдержки предприятий сельского хозяйства в этом году составит 5 миллиардов 200 миллионов рублей. В том числе почти 3 миллиарда направят из средств республиканского бюджета. Это на 37% больше, чем в прошлом году отметили в Минсельхозе. По словам главы ведомства Ильшатов-Израхманова, увеличить финансирование удалось, несмотря на возросшую нагрузку на бюджет республики. Все основные направления поддержки агропромышленного сектора сохранят. В частности, предприниматели смогут получить субсидии на приобретение техники, минеральных удобрений, компенсации расходов на выращивание и продажу зерна. В прошлом году объем продукции сельского хозяйства, произведенного в Башкортостане, в фактических ценах составил 247 миллиардов рублей. Это на 28% больше, чем в 2021. 257 населенных пунктов Башкортостана находятся в зоне риска потопления. Там проживают порядка 80 тысяч человек. Об этом сообщил вице-премьер республики Ирик Сагитов. По прогнозу Башгидромета, опаводок этой весной будет не такой высокий, как в прошлые годы. Спасательные службы уже начали подготовку к предстоящему сезону. Ликвидацией последствий наводнения займутся более 15 тысяч спасателей. Они будут использовать более 3 тысяч единиц спецтехники, в том числе 6 беспилотников. 14 марта проведем смотр сил и средств для оценки готовности личного состава и техники заинтересованных министерств и ведомств. А 15-16 марта у нас запланировано проведение командно-штабных учений по отработке вопросов, ликвидации ЧАЭС, возникающих перед прохождением весеннего поводка. При необходимости в республике могут развернуть 450 пунктов временного размещения для пострадавших от поводка. Отмечу, что основной причиной половодия являются талые воды, которые из-за засорения ливневой канализации и каналов водоотведения не могут уходить в реки. И в продолжение темы госпрограмму по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций в Башкортостане предлагают увеличить на 680 миллионов рублей. Проект поправок в постановление правительства подготовил Госкомитет по ЧАЭС. Программа рассчитана на 2018-2023 годы. Если изменения будут приняты, расходы на ликвидацию последствий катастроф в 2022 и 2023 годах вырастут с 6 миллиардов 200 миллионов до 6 миллиардов 800 миллионов рублей. Большая часть дополнительной суммы, 570 миллионов, придется на бюджет республики. Еще 106 миллионов обеспечат за счет федеральных средств. Отмечу, что в программу снижения рисков и смягчения последствий от ЧАЭС в Башкортостане входят такие проекты, как пожарная безопасность, обеспечение безопасности людей на воде и развитие системы «Безопасный город». Согласно целевым показателям программы, ущерб от чрезвычайных ситуаций в этом году в республике не должен превысить 2,5 миллиардов рублей, а количество погибших и травмированных – 525 человек. Качество прогнозирования возникновения ЧАЭС вырастет до 70%. На этом у меня все, я с вами прощаюсь, оставайтесь с тобой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова